Оружие для Украины. Влиятельная газета Washington Post вышла с сенсационной статьей. Белый дом наконец-то одобрил продажу летального оружия Украине. Что и когда получит Киев, выяснял Дмитрий Анопченко. Это снайперская винтовка Barrett. На языке военных М107. Именно ее взяли на вооружение армия и полиция трех десятков стран мира. А сами Штаты впервые начали использовать в 90-е, в ходе войны в Персидском заливе. Военные тогда прозвали ее Light Fifty, легкий полтинник, за калибр патронов натовского образца и за то, что она действительно довольно легкая. Именно эту винтовку в свое время даже включили в топ-10 важнейших открытий для американской армии. Washington Post из своих источников узнала. Госдеп дал экспортное разрешение на поставки этих винтовок, комплектующих к ним и боеприпасов Украине. Всего на 41 миллион долларов. По сути, это первое решение о выделении летальных вооружений в стране, на которое так долго не решались ни Трамп, ни Обама. В самом Госдепе, отвечая на запрос подробностей, подтвердили, добро действительно дали. Но важно понимать, это не американское правительство передает или дарит оружие Украине. Это пока что просто разрешение на закупку винтовок у американского производителя. По сути, на коммерческую сделку. Что же касается прямой передачи летальных вооружений, в Госдепартаменте заявили, оставляют за собой такое право. И хотя формально это решение внешнеполитического ведомства Америки, но сегодня утром в разговоре со мной в Госдепе неофициально сказали, мол, готовили этот контракт давно, но ждали отмашки из Белого дома. Такие решения может принять только Дональд Трамп. Винтовки, которые теперь получит Украина, делают в знаменитом со времен войны Севера и Юга американском городке Мэрф Рисборо в штате Теннесси. Компания-производитель сообщила нам, стоимость каждой от 12 до 15 тысяч долларов в зависимости от комплектации. Таким образом, контракт на 41 миллион предполагает закупку очень серьезной партии. Сами разработчики основным назначением этой винтовки называют борьбу не с живой силой противника, а с легкобронированной техникой. Это решение, ожидаемо в штыки, восприняли в Москве. Пресс-секретарь Путина заявил, мол, поставки летальных вооружений Украине приведут к кровопролитию на Донбассе. И столь же ожидаемо его на ура восприняли в Конгрессе. В Сенатском комитете по международным делам сказали прессе, мол, Рубикон пройден. И за этим оружием для Украины последует другое. В Сенатском комитете по международным делам уверены, снайперский контракт это только начало. Та же Канада никогда не стала бы одобрять выделение летальных вооружений Украине, если бы аналогичное решение не утвердили в Вашингтоне. А значит, после Нового года опять стоит ждать громких новостей. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Американское бюро телеканала Интер.